Всем привет, с вами Елена и вы на канале Элли Нитка Уфа. У меня был день рождения в феврале, но отметила его в максимально узком кругу в марте. Видео со съемкой затянуло, так как у мамы был год, год как ее со мной нет. И было, если честно, вообще не до этого. И снимаю сейчас то, что мне подарили. Подарков немного, так как у меня особо никого и нет, не осталось. Первое, с чего хочу начать, это, как вы видите, прекраснейший букет королевских роз из 33 штук. Подарил мне его Денис. Я в восторге, если честно, от этой красоты. Вазы для них у меня не нашлось и стояли они в ведре. На данном фото я хотела передать цвет данных роз, но ничего не вышло. Цвет был на самом деле такой бордовый металлик. Жаль, камера не передала его. И даже на фото со вспышкой тоже ничего не видно. Цвет какой-то больше похож на морковный, но на самом деле это просто красное бордо. Красное бордо, как хотите, так и понимаете. Это красный металлик. Это вот смотришь вживую, разглядываешь, и вот просто вот бордо, бордо, красное бордо. Да господи! Ну, в общем, бордовый цвет, бордовый, металлический такой, прям металлик. Вот я такой цвет видела только на губных помадах. Все. На данном фото я показываю, какие это гиганты, а не розы, больше моей ладони. А здесь я показываю, что цветок невозможно уместить в ладошки. То есть вот видите, ну невозможно его просто ухватить. На данном фото самые мелкие цветочки я показываю. Ну и в итоге вот такой суперкрасивучий букет. Лепестки, кстати, сворачиваются у этих роз не как у стандартных розочек, а в трубочку, на выворот причем. На предыдущих фото некоторых было это заметно. И с этим букетом Денис подарил мне красивучую зеленую коробочку. И сейчас мы с вами посмотрим, что же в ней. А в коробочке вот такой вот красивучей находится вот что. Это у нас вот такая вот флешка для телефона. Она 128 гигабайт. Мне очень-очень нужно. У меня в телефоне всего 64 мегабайта. Ой, мегабайта, гигабайта. И мне этого чертовски мало. Я постоянно, чтобы что-то отправить в WhatsApp или получить фотографию в WhatsApp или обновить какое-то приложение, я что-либо удаляю из самого телефона. Это очень неудобно. А теперь, слава богу, я смогу скачивать что-то, отправлять и не бояться за свою память. За память, вернее, телефона. И следующее. Смотрите, как оформлено. Он, кстати, сам все это заморачивался. Одно покупал в одном магазине, другое во втором. Цветы, соответственно, в другом месте. И вот это вот в третьем месте. И это у нас получается внешний накопитель. Я не знала, что есть такая штука, которая чисто для переноса данных. То есть у меня на компьютере нет места. Тоже память закончилась. Плюс у меня системный блок, кажется, хочет полететь. И во избежание утери данных, фотографии, там все дела, я хотела... Еще раз, как называется? Внешний накопитель. Я как-то сказала ему, но это было давно и мельком. И получается, он подзаморочился, побегал по магазинам. И он мне говорит, оказывается, есть такие штуки, которые чисто для переноса данных. То есть вы закачались сюда, перенесли на компьютер. И можно не удалять, оно само как форматируется или со стечением какого-то времени удаляется. А именно вот этот вот внешний накопитель, он хорош и для того, чтобы вот я с компьютера сюда закачаю. И это будет как большая флешка. Смотрите, на 2 терабайта! 2 терабайта! Блин, это вообще круто! Давайте с вами посмотрим, как это выглядит. Так. Ой, божечки, божечки, божечки. Я прям так рада. Чек мы не выбрасываем, потому что Денис говорит гарантия. Люблю магазины, а не интернетовские такие заказы, потому что имеется гарантия. И гораздо проще в магазине вернуть и поменять, да, чем через интернет. Смотрите, какая малепусечка-то! Легкий! Прям вообще красота! Я так рада, я так счастлива! Просто вообще класс! Я прям могу не бояться, что если у меня компьютер форматнется, да, что фотографии наши с мамой сохранятся, по крайней мере, хотя бы те, которые остались с последнего форматирования, так скажем, своевольного. Вот. Так что все вот в такой вот красивой коробочке. Блин, так классно! Еще цвет мой любимый зелененький. Далее мне подарила подружка Лисан обалденный букет, который вы сейчас видите на экране. Очень красивые синие розочки. Да и вообще сочетание, вообще вот этот вот букетик очень-очень красиво смотрится. Также она подарила мне вот такие вот конфеты Рафаэлла. Очень люблю Рафаэлла. Просто вообще объедение съелись за один раз. Далее она мне еще подарила вот такие вот конфеты. Эти конфеты тоже я очень люблю. Они прям 3D, вот выглядят так, как вы видите. Безумно вкусные, просто обалденные. Сразу же в этот же день. Она попробовала одну конфетку, ну и ей, как я поняла, было достаточно, да? А я просто вот налегла и все. Ну, люблю я конфеты, люблю. По моему лицу видно, что я люблю сладкое. Далее она подарила вот такую вот книгу. Хоть я и не коллекционирую книги. В моей квартире, если книги появляются, я их читаю. И от них избавляюсь. Но вот эта вот книга, это книга, на которую я много раз смотрела. Она меня привлекла чем-то, чем не знаю. Но было желание ее почитать. Но я никому это не говорила, потому что это не было никакой мечтой или что. Просто она мне как в рекламе на разных сайтах выплывала и все. Думаю, надо как-нибудь взять, почитать. Или у кого-нибудь, или купить, посмотреть, да что. И в итоге она мне дарит вот такую вот книгу. И называется «Все закончится, а ты нет». Книга силы утешения и поддержки. И автор кто? Ольга Примаченко. Примаченко, Примаченко. И вот что у нас эта книга говорит. Что эта книга у нас подорожник для тех, кто переживает темную ночь души. Для тех, кому нужны поддержка и утешение. И слова, на которые можно опереться. В новой книге Ольги Примаченко, автор битселлера «К себе нежно и с тобой я дома» рассказывает о том, за что держаться, когда земля уходит из-под ног. Как себе помочь, если приходится прощаться с тем, что дорого сердцу. Будь то человек, дом или ускользающая красота. Как прожить жизненные перемены бережно к себе и вновь обрести опоры. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И в ней по-прежнему есть место мечта, надежде и вере в лучшее. Эта книга остров со множеством маяков, которые светятся во все стороны. И каждый корабль, попавший в свой личный шторм, увидит именно тот свет, который ему нужен. Вот такие вот слова. Здесь я не стану уже читать. И когда я вот это вот прочитала, я поняла, что мне эта книга позарез нужна. И спасибо, Лейсан, что ты мне такую книгу подарила. Обязательно почитаю. Мне вот то, как здесь описано, расписано, я просто нуждаюсь в этой книге. Ну и, конечно же, мне она подарила конвертик с денежкой. Здесь уже денежки нет. Потому что у меня уже сделан заказ на эту денежку. То есть она мне подарила деньги для кофемолки. Да, у меня мамулечкина кофемолка сломалась, перегорела. Потому что я люблю мелкий помол. Она не выдержала. Вот так вот. И оставшиеся денежки я убрала уже в отдельный конверт, в который я откладываю деньги на шкаф, спальню. Какая именно кофемолка, я вставлю вам в конце видео. Потому что я еще на Валберис за ней не сходила. То есть сегодня-завтра я за ней схожу. Не я, Дениса попрошу, чтобы он сходил. И уже вам в конце видео покажу, какая же это кофемолка. Так что вот, спасибо огромное, Лейсан. Также Айсулу Шея Ахметовна мне снова подарила кофе. Здесь у нас вот такой вот кофе. Это у нас мерилт красный, 500-граммовый. И у коробки очень красивая вот такая вот надпись. Магазин для вас. С любовью, нашим покупателям. Уже здесь открыла перед видео. Ага. Не до конца, что ли? А нет, нормально. Так. И вот такая вот приличная упаковка кофе. Именно такого кофе у меня никогда не было. Но Айсулу Шея Ахметовна говорит то, что этот кофе очень-очень вкусный. Я не знаю. Здесь что-то у нас он как-то надорвано. И вот, смотрите. Кофе натуральный, жарный, молотый. 500 грамм, 100% арабика. Этот кофе вроде бы можно заваривать в чашке, она говорила. Нет? Да. Для заваривания в чашке подходит. Вообще здорово. Я кофеман. Я жить не могу без кофе. И когда у меня сломалась кофемолка, и кофе закончился дома. Но при этом у меня куча кофе, который в зернах. У меня была просто ломка. Думаю, господи, я не могу. Скорее бы появилась кофемолка. Чтобы молоть кофе, пить, я не могу. Это просто что-то. Я безумно рада. Рада молотому кофе. То есть я все время радуюсь именно молотому кофе. Но когда я вижу по акциям, хорошим ценам, кофе зерновой, ну не могу пройти мимо. Не могу. Поэтому мне срочно нужна кофемолка. Ну еще я с вами хочу открыть посылку. Эта посылка пришла как раз почти перед днем рождения. Это прислала мне посылку Катя. Но наша Почта Россия что-то вот с ней сделала. Либо она полупустая, либо на нее очень хорошо так положили. Потому что видите, вот она вся примятая, размятая. Сейчас я вот это вот отклею, открою коробку и вам покажу. Она, кстати, сейчас уберу, а то мешается. И буду чувствовать себя как-то более свободно и уверенно. Так, все. Я отклеила наши адреса с Катей. И что я хочу показать. Я не знаю, все целое пришло или нет. Но, боже. Ссылка тяжеленькая, там 6 килограмм. Вот, видите? Нет. Вот. Пространство. Надеюсь, ничего не вылетело. Здесь тоже надорвано. Это я показываю не как какая-то критика, да. А просто показываю то, что происходит иногда с тем, что отправляют по почте. Или что именно почта творит. Потом вот здесь, вон, над открытая. О, спокойно я нахожу что-то, что-то с пупыркой. Вон, видите? То есть, ну, я не знаю. Надеюсь, все доехало. Сейчас я за кадром все это приоткрою и буду потихоньку доставать. То есть, в кадр вся коробка не вмещается. Поэтому я буду по одному товару, продукту доставать и показывать, что же там. Но сперва хочу показать вот как это все упаковано. То есть, Катя хорошо так упаковала. Ой, тут какие-то песчинки или что. Вон. Пахнет приятно из посылки. На соль похоже. Так, и... И, и, и. И вот что у нас. Ой, сердечки, какая красота. Все, сейчас я это убираю со стола и буду доставать по очереди. А весь стол в соли. Тут, видимо, что-то поломалось или порвалось, я не знаю. В общем, убрать коробку далеко я не могу, потому что я снимаю в полевых условиях. Стол у меня находится пока в зале временно. Опоры никакой нет. Поставить коробку на пол не могу, потому что я здесь в угол. В углу стою, в заточении. И снимать будет неудобно. Давайте, первое, что мне попадается, это вот такой вот маршмеллоу. Сердечки такие. Смотрите, какая красота. Я очень люблю маршмеллоу. Мне и мамульчика постоянно раньше покупала. Я себе реже покупала. Это сейчас уже постоянно, что напоминает о маме. Вот. Вообще классно. Я очень люблю. Я люблю насаживать на шпажку и над огнем, над газовой плитой подержать. Это очень вкусно. Также я люблю в кофе добавлять. Но в основном я ем либо просто так, либо над газовой плитой, над комфоркой держу. И все. Просто обожаю. Далее у нас здесь мой любимый шоколад. Когда-то, когда-то Катя именно познакомила меня с таким шоколадом. И я от него просто без ума. Он очень-очень вкусный, нежный. Вообще классный. Теперь это мой один из любимых. И чтобы вы понимали, смотрите, какой размер. В две моих ладони. Вообще ништяк. Спасибо большое, Катя. Так. Далее. Далее у нас идет... Мюсли, да? Что это? Ну, вроде похоже на мюсли, да. Я, если что... Катя, только не обижайся. Я, если что, Денису дам на работу. Он на работу унесет, потому что мы с Денисом не едим мюсли. Нам зубы больно. Вот. Ну, и как бы мюсли, это не шоколад. Вот. Но в любом случае, спасибо большое. Далее Катя мне вернула мой вот этот вот, я не знаю, как это назвать, холодильник. Но я ей, когда посылку отправляла перед Новым годом, я сказала, что с возвратом эта штука. Поэтому спасибо, что вернула. Далее у нас здесь идет спрей для тела. Очень люблю спреи. И это у нас аромат белого персика и ванильной орхидеи. Господи, только бы не пах персиком. Так. У меня такого не было. Но аромат персика просто я не очень. Поэтому у меня, когда был ифрашеевский этот спрей для тела, я покупала с персиком. Я поняла, что персик не мой аромат. Приятный аромат, но все же это персик. Ну, ладно. Ну, ладно. Так, далее у нас идут носочки, как я понимаю, да? Обалдеть. Фу. Не, сильно пахнет персиком. Ой. Очень красивые такие носочки. Говорит Лена, которая видит только мешочек. Это же мешочек, да? Носочки же внутри. Очень красивые такие оленята. Вообще классно. Хоть бы носочки такие же были. Хоть бы, хоть бы, хоть бы. Опа. Да. Классно. Надеюсь, влезу. Тут показано, что 35-38. У меня 40. Да нет, вроде нормально тянутся. Такие красивые, блин. Вообще ништяковые. Большое спасибо. Я вообще люблю оленей. Они такие красивые. Ой, смотрите, а бантик-то вон какой, как сделан интересно. Вообще классно. Спасибо. Так, следующее у нас бадья. Это у нас крем-гель для душа. Да что сыпется? Что-то сыпется. Соль какая-то сыпется. А. Что-то, походу, там раздавили. Почта ядрит-надрит. Вот такой гель я видела у Кати. Я еще так удивилась. Думаю, господи, куда? Куда? Сама говорит, редко использует. Ну, не редко использует, а долго расходуется. Я... Ой. Ой. А он... Смотрите. Понятно. Я до конца не буду тогда открывать. Иначе здесь все у меня будет в геле. Я сама думаю. Интересно пахнет. Не насыщена, конечно, виноградом. Откуда? Я не пойму, откуда. Ну, вот здесь вроде трещина. Нет? Я не пойму, откуда. Откуда растут ноги. Что-то где-то, короче. Где-то, где-то. Аромат не ярко. А вот здесь, нюхаешь, вверху ярко выражен виноградом пахнет. Ой, я даже не знаю, куда я такую бадью буду использовать. Потому что один литр нам на двоих с Денисом. Это года на полтора, наверное. Потому что у нас расход геля 200 миллилитров на месяца два-три. Вот так вот. У Дениса 200 миллилитров на полгода. Вот. Так что, скорее всего, буду использовать как жидкое мыло. Потому что иначе я на этом застопорюсь и все. Я за тряпочкой. Я за тряпочкой, потому что так снимать невозможно. А вот я и с вами. Поэтому, извините, я до конца открывать не буду. Потому что я буду это открывать уже самой ванной. Так как я не знаю, откуда именно течет. И, вероятнее всего, будет течь дальше. Вот. Такие вот дела. Далее у нас идет вот такая вот шоколадка. Вот, да, с цельным фундуком. В данной упаковочке я никогда не покупала. И поэтому выглядит как горький шоколад. Хотя раньше была упаковка совсем другая. И я обожала, обожала этот шоколад. Он очень вкусный. Далее вот такая вот штука. У меня точно такая же есть. Скоро в использовании возьму. Сразу вместе с этой, наверное. Хоть я и не, как сказать, я в ванной не люблю принимать только душ. Но именно вот это я хотела попробовать. Поэтому, поэтому, поэтому буду рада протестировать. Одно дело, одна упаковочка, да, на один раз. А другое дело, когда уже целые две есть. Мне спокойствие, антистресс очень нужно. Поэтому, поэтому, надеюсь, все будет супер. Так, далее у нас вайпс. Это у нас батончик же, да? Здесь с арахисом. Вафелька, арахисовая нуга, шоколад. Что-то такое. Я помню, она что-то наподобие отправляла Ирине Ворогушиной. И я ей такая написала. Говорю, мне интересно, говорю, попробовать. И говорю, вот, будешь отправлять посылку. Если что, мне такое положи. Хорошо. Она говорит, ладно, постараюсь найти. Вот, она мне положила. Буду очень рада попробовать. Никогда не видела данные батончики. Так что с Денисом поделимся. Попробуем. Попробуем. Так, беру сразу по несколько штук. Потому что приходится тянуться. Туда в коробку я не смотрю. Ой, япона мать. Почта, блин. Короче, здесь у нас батончик мюсли. Со смородиной. Это тоже у нас батончик мюсли. Лесная ягода. И смотрите, что сделала почта. То есть они приплюснули посылку. Видимо, черта тяжелая кинули на нее, не знаю. И лопнула. Это у нас вот такие вот конфеты. Трюфель. Это очень вкусные конфеты, если вы не пробовали. Если пробовали и любите различные конфетки, да, то наверняка вам тоже понравились. Мы их с мамой просто обожали. Я в упаковке ни разу не покупала. Я всегда покупала по акции на развес. Ну, последний раз покупала, когда еще мамуля была живая. Вот. Потому что она очень-очень любит трюфельные конфеты. И я в основном, если покупала, то покупала для нее. Ну, и, соответственно, себе немножко оставляла. Остальное ей. В общем, такие вот конфетки. Они очень вкусные. Спасибо большое. Так. Ну, видимо, они еще высыпались, потому что здесь не так много. Так. Следующий. А-а-а! Блин! Короче. Спасибо огромное, Кать. Это мой самый любимый дезодорант. Я пользуюсь только гарниером. Неважно, какой. Главное, спрей и именно гарниер. И сейчас его очень сложно найти. Вот. Но, блин, я только ему и спасаюсь. Мне одного дезодоранта хватает. Вот. Если я никуда не выхожу, то на месяц. И если рабочие, трудовые будни сильно душно, жарко, то уходит за полмесяца один бутылек. Поэтому я в этих дезодорантах всегда нуждаюсь. Просто нуждаюсь всегда. Это просто моя любовь. Это единственное, что на мне работает. Единственное. Опять соль. Так. А, за больше. Весь пол сейчас будет в соли. Почта. Блин. У меня, кстати, такое второй раз. С большим-то опытом. Но все равно такое неприятно. Как бы здесь не человек-отправитель виноват, да? А именно почта. Ну, блин. Как так вообще? Не знаю. У меня слов нету к ним. Так. Следующее. Следующее у нас вот такие вот конфетки-трюфели. Тоже когда-то покупала. Очень понравились. Но я их видела только один раз в продаже. И все. Поэтому очень рада. Спасибо большое. Следующее. Вот. Ах. Это вот оно сыпется. Это соль с травой какой-то. Так. Так. И я начинаю чесаться почему-то. Так. Это у нас средство косметическое для принятия ванн для взрослых. Сод для ванны. Душистая мальва. Поэтому я и чешусь. У меня аллергия на мальву. Ладно. Если что, Денису. Если он захочет с травками купаться. Денису, если что, да. Вот. Спасибо. Так. Следующее. Отвалилось. Следующее. У нас тоже спрей для тела от Эйвен. Это мой самый любимый спрей, если честно. И он у нас с ароматом магнолия и ванили. Ох. Какой классный аромат. Слава богу, ванилька не пахнет. Магнолия и особо не пахнет. Он такой, знаете. Ой, даже в экран не показываем. Смотрю в сторону. Он такой, знаете. Цветочно свежий какой-то. Но описать не могу. Но это не аромат магнолия. То есть я аромат магнолия знаю. Так. Следующее. Следующее у нас идет вот такая вот бомбочка. Это у нас бомбочка для ван с предсказанием внутри. Денис обрадуется. Интересно, как там будет предсказание. В какой-то упаковочке или что? О. Понюхать можно. Так пахнет приятненько. Так нежненько, вкусненько. Интересно. В нашу вазочку положу с бомбочками. Спасибо. Так. Еще что-то огромное. И это у нас гель для душа. Ты что решила сделать со мной и этими гелями, Катя? Для чего? Куда столько? Ты же сама такие гели литровые не используешь, не покупаешь. Я тоже. Для что ты меня наказываешь, Катя? Так. Опа. Отклеила. Не до конца. Короче, ладно. Не могу. Тут все в скотче. Так. И это у нас гель для душа. Love is. Паш. Средний. 5,5. Как нужно. Нормальный. А какой аромат-то? С ароматом. Bubble gum. Для любителей bubble gum. И тут у нас... О, господи. Прикиньте, у них прям у этой вот марки Найс. Аж канистрами гели продаются. Ёкарный бабай. Это каким енотом, полоскуном? Полоскуном нужно быть, чтобы 5... Ой, 5. Чтобы канистру использовать. Вот удивила, так удивила. Никогда подобного не видела. Так. Мусор. На выброс. Так. Еще один. Гель. Снова bubble gum. Это у нас от Faberlic. Если не обидишься, то я не буду нюхать. Хорошо? Так. Так, так, так. Следующее. Следующее. Мне попадаются вот такие вот конфетки. Нет. Это драже. Белочка. Фундук. В молочном шоколаде. Крупской. Не ела. Не знаю. Что-то наподобие покупала раньше. Но именно как это, как батончики что ли. Именно вот драже ни разу не покупала. Не видела даже. Будет интересно попробовать. И снова гель для душа. Не распечатывается. Не распечатывается. Опа. Так. И это у нас гель для душа от Delike с ароматом пончика. Пончик я не услышала. Он пахнет ванильным мороженым. Вот. Вот такой вот гель для душа. 400 мл. 2 литра 600 мл геля. Насколько лет? Так. Здесь... А, нет. Еще не все. Так. У нас еще вот такие вот конфетки. Это очень вкусные конфетки. И, блин, почта раздавила все. Это очень вкусные конфеточки. Внутри получается желешка. А снаружи ягодная такая фруктовая глазурь. Точнее, шоколад цветной. Но при этом он фруктовый. Очень вкусный. Очень классный. Большой-большой. Спасибо. Далее. Далее-далее. Также я попросила Кате, чтобы она вот эти вот флакончики от парфюмов, которые я присылаю, да, которые многоразовые, чтобы она мне их возвращала. Вот. Это на тот случай, что если у меня какие-то парфюмы попадутся, попадутся, появятся, то я с ней буду делиться. Туда просто переливать буду, и все. Мне подсматривать не получится, потому что тут много-много мелочи. То есть здесь вот сколько конфеток. Вот. Это у нас батончик мюсли. Батончик мюсли. А это что? Это по ощущению тоже батончик мюсли. Так. Дальше у нас. И все в соли тут. Сейчас совсем перечешусь все. Вот. Дальше еще. Вот такие конфетки. Смотрите, какие они классные. Блин. Это просто шедеврально. Мало сердечка. Так еще и в таких красивых фольгированных упаковочках. Здесь тоже, кстати, вон они. Так. Здесь имеется пакетик с надписью «Не для видео». О. Еще конфетки. Но это вот эти конфетки, которые оттуда вывалились. Так. И здесь у нас идут масочки. Вот такие вот масочки. Какие красивые упаковочки. Это у нас от Etude House. У меня от Etude House не было масочек. Очень было интересно раньше попробовать. На сегодняшний день ничего не изменилось. Да, спасибо большое. Дальше у нас Космия. Маска для лица питательная. С экстрактом винограда и маслом макадамия. Господи, когда-нибудь что-нибудь попадется мне именно с ароматом макадамия. Но если здесь будет пахнуть виноградом, я тоже не расстроюсь. Так как она питательная, я на зиму беру. Так. Очень миленькая масочка от Waze. Это у нас увлажняющая маска для лица с календулой. Я не помню, чтобы у меня была маска с календулой. Поэтому огромное спасибо. Извините за звуки. У нас соседи решили сделать ремонт. Вот. У наших соседей на днях был очень сильный пожар. Думали и нас захватит. Но это уже не в этом видео. И последняя масочка. Я не знаю, как переводится. Не сегодня, да? I don't know yesterday. В общем, вот такая вот масочка. Если неправильно перевела, извините. Она у нас для чего? Да неважно, для чего. Главное, у меня такой масочки не было. Я этому очень рада. В общем, такая вот у нас посылочка вышла. Огромное спасибо, Катя, за посылку. Подоспела она вовремя. Открыла я, конечно же, не вовремя. Почти в конце марта. Вот. Но так уж вышло. Вот. Поэтому извиняюсь еще раз. И еще раз спасибо за посылку. И спасибо всем, кто не забыл про мой день рождения. И поздравил. И все. На этом все. Всем спасибо за внимание. Кто досмотрел меня до конца. Пишите комментарии. Всех люблю. Целую. Обнимаю. И пока-пока. А вот и моя кофемолка пришла. Смотрите на этот размер коробки. Обалдеть просто. Забрал мою кофемолку вчера Денис вечером. Снимать уже поздно вечером не захотелось. Поэтому сегодня следующий день. Кофемолка вот так вот называется. Артикул я оставлю внизу в описании под видео. Денис уже открывал на пункте выдачи. Я его попросила открыть, чтобы он проверил, работает это кофемашинка или нет. И давайте мы сейчас с вами посмотрим. Для меня это будет первым впечатлением. Потому что я ее вживую не видела. Вот так вот. Это видел только Денис. Ох ты. Ох ты. Я думала только та коробка. Главное, да. Оказывается тут еще одна. Сейчас. Надо вытащить как-то. Денис сказал, что он не совсем все сложил как было. Поэтому. Та-дам. Говорят, какие-то мешочки там были. Не все положил как есть. А вот. Что-то там было. Не знаю что. Так. И вот такая вот красота. Ну огромная, огромная. Кофемолка у нас Futula CG8. Получается, смотрите. Я выбирала по мощности. Нашла на Valberis самую максимальную мощность. Это 700 ватт. Господи, надеюсь, эта кофемолка мне прослушит очень много лет. А лучше даже, чтобы меня пережила. Напряжение 220-240 вольт. Нескользящее основание. Еще у данной кофемолки есть отличительная такая вот, пусть будет черта, да. Это то, что защита от перегрева. Только нагревается и он отключается, пока не остынет. Так, здесь у нас бренд, название кофемолки, модель, характеристики, размер, вес, мощность, напряжение, изготовитель и прочая-прочая дребедень. Кому нужна такая информация? Смотрите. Здесь опять вот красота. Вот так вот это выглядит внутри, да. Нержавеющая сталь. Объем чаши 200 грамм. Ну, конечно, объем большой, это уже хорошо. Выбирала изначально по объему, но потом поняла, что нужны ваты вот эти вот, чтобы так быстро не перегорало. Я попросила, чтобы мне на Валвере заполнили, точнее, Денису заполнили гарантийный талон, но сказали, что здесь гарантийного талона нет. Если есть какие-то вопросы, то лучше задавать сразу напрямую продавцу и в конце-то концов у вас есть электронный чек. Это во-первых. Во-вторых, в течение двух недель, говорит, гарантию мы можем с гарантией помочь. Если больше, то как бы, ну, самим с продавцом разбираться. Так, все выглядит таким образом. Здесь у нас книжечка руководства пользователя. Так, я люблю такие вещи читать. Нестандартный я, россиянин. Так, ой, 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 ой. Так, сейчас все соберем, посмотрим, достанем. Так. Ого, тяжелая. Мощная, огромная. Так, сейчас все уберу, чтобы ничего не мешалось. Чтобы ничего не мешалось. Нашний вид портит кофе. Так. Сейчас все освободим от полиэтилена. И попробуем собрать. В общем, действительно, не скользящая. О, и сколько мусора. То ли это мусор, даже не показывая в камеру, из коробки, то ли этот мусор на Волберис, где не снацеплял. Ну, ладно, не в этом суть. Вот такой вот интересный цвет. Камера не передает. Он такой коричневатый. Но, если честно, цвет как бы особо и не нужен. Все равно помолотится кофе или сахарная пудра. Действительно, не скользящая, не двигается. И сразу в коробку обратно. И все. Убирать будем. Так, дальше у нас с обратной стороны вот такие вот дела. Сама чаша. Чаша выглядит таким вот образом. Огромная здесь целая стакан. Так. Зафиксировали. Получается, вставляем вот эти вот пазы. Прокручивание немножечко делаем, чтобы не слетело. И смотрите, нужно закрывать кофемолку. Почему говорю так прям кофемолку? Потому что я постоянно хочу сказать кофеварку. Вот. И сверху нужно обязательно накрыть крышкой. Работает данная кофемолка от нажатия на саму крышку. То есть... Как так получается? А там, наверное, что-то, что-то. Вот. Вот так вот нажимаешь, и он молотит. И давайте с вами сейчас мы, конечно же, проверим. Сейчас скажите, нужно промыть все дела. Господи, не хочу я ничего промывать. Мне не терпится. Уже попробую. Все равно кофе сейчас буду варить. Так. Сейчас распутаю и к вам подключусь. В общем, здесь у меня кофе. Насыпаем. Кстати, одеться. Нет никаких обозначений, да, докуда. Здесь, кстати, имеется, смотрите, пятно какое-то. Не очень красивое. Ну ладно, мне не важно, если честно, пятна, не пятна. А мне главное, чтобы прослужило долго и мололо, чтобы хорошо. Надеюсь, хватит. Так. Главное, чтобы еще ничего не опрокидывалось, не высыпалось. Ладно, посмотрим. Сейчас я пойду подключать и покажу. Посмотрим вместе, как будет по шуму. Смотрите, какая огромная. Она просто огромная. Так вот. Я никогда таких огромных кофемолок не видела. Сколько вот было кофемолок, они все были в полразмера вот с этой. Так, все, пошлите. Извините, буду в полевых условиях проверять, потому что в кухню сейчас я не могу сходить и все это подключить. У меня нет там розеток свободных. Короче, нажимаем и слушаем звук. Знаете, не так уж и громко. То есть у меня были кофемолки, которые работали гораздо громче. Долго не нужно. Давайте проверим, как там. Не упадет, нет? Что там? Как дела обстоят? Представляете? Помолола, значит, кофемолка несколько секунд. И все, уже почти готово. Я думаю, хватит. Вообще, достаточно, говорят, 30 секунд. Но, чтобы вы понимали, не прошло и 10, но у меня все готово так, как мне надо. И на камеру еще видно, что это крупненько. На самом деле, здесь просто в пыль. Это вообще супер! Как я раньше без нее жила! Смотрите, так нажимаешь, вот не работает. Свободная крышечка так. Хопа! Хопа! Вообще ништяк! Хоть бы она мне прослужила верой, правдой долгие годы. Классно! Вот теперь все. Всех люблю, целую и обнимаю. И пока-пока!